Вы когда-нибудь боялись пропустить телевизор LG OLED с радиатором? Такой есть у Panasonic, такой есть у Sony, и теперь не удивительно, что и у LG похоже тоже будет такой. О чем я говорю? Давайте поговорим о том, что дыма без огня не бывает. Сегодня поговорим о телевизорах LG OLED, их будущих OLED-телевизорах, о том, каким образом они смогут стать лучше с радиатором, и почему я думаю, что радиатор появится на этих OLED-телевизорах. Для начала, для многих из вас, кто не знаком с Sony A90J, это самый яркий OLED-телевизор, который когда-либо производила Sony, и самый яркий OLED-телевизор в США, потому что мы в принципе получили только от Sony модель телевизора с радиатором, и это Sony A90J. За пределами США вы можете приобрести Panasonic JZ-2000 или JZ-1500, или GZ-2000 или HZ-2000. Все эти телевизоры от Panasonic имеют радиатор. Именно Panasonic представил эту концепцию миру пару лет назад. Что же делает радиатор? Он позволяет вам напрягать OLED-панель сильнее, ярче, и минимизировать и уменьшать вероятность выгорания и сокращение срока службы OLED-телевизора. Потому что, откровенно говоря, чем горячее становится OLED-панель, тем короче срок ее службы. Радиатор отводит это тепло. Отводит, да? Так что в США у нас никогда не было доступа к телевизору или OLED-телевизору с радиатором до этого года. Итак, в 2021 году Sony представила OLED-телевизор A90J с радиатором, и работает он прекрасно. У меня там имеется A90J, я тестирую его яркость, и скажу вам, его яркость соответствует яркости QN90A в большем количестве контента. Актуальную цену на Sony A90J вы сможете посмотреть в описании к видео. А тут у Фомо какая-то запара произошла с монтажом. И позвольте мне сказать вам, что A90J определенно выделяет отраженные блики там, где они должны быть яркими, соответствуя E8G во многих сценах в HDR-фильмах. В HDR-фильме эти отраженные блики более яркие, они соответствуют E8G во многих сценах, которые действительно впечатлили меня. Я покажу вам некоторые сравнения позже. Сюрприз, позже, это сейчас. В сцене «Погоня за песчаной бурей» из «Безумного Макса», 4000 нитфильма, A90J соответствует пиковой яркости как QN90A, так и U8G. Это радиатор в действии, друзья. Да, без сомнения, Sony A90J в ярком HDR-контенте, как «Безумный Макс» или «Аквамен», где у нас есть эти яркие отраженные блики, удары молнии и взрывы, A90J действительно соответствуют U8G и QN90A. Это довольно впечатляюще. В будущем обзоре, который сейчас готов для A90J, вы увидите эти сравнения, где, вау, OLED действительно побил QLED, LCD TV, LED TV по уровню яркости. Очевидно, что он не может поддерживать эту яркость, и яркость не покрывает весь экран. Сравнивая его с LG CX, я однозначно замещаю разницу в яркости, она очень заметная. Я не могу двигаться назад. Смотря в будущее, я определенно собираюсь покупать только OLED-телевизоры с радиатором. Поэтому вопрос в том, выбирать телотелевизоры, имеющие радиаторы, шагать в будущее. У нас нет Panasonic, но, возможно, в следующем году LG представит свои телевизоры, OLED-телевизоры с радиатором, что никого не удивит. Что я говорю? Почему я говорю, что LG внедряет радиатор в OLED-телевизоры? Благодаря одному из моих зрителей, Брэду, он прислал вот это в Твиттере. И в статье ничего не говорится о радиаторе, в ней ничего не говорится о OLED-телевизорах, но в ней говорится, что LG зарегистрировала торговую марку для своих телевизоров, своих технологий дисплея со словом PLATE. Пластина. Пластина. Это достаточная информация, чтобы я пришел к выводу, что охлаждение радиатора придет в серию LG OLED. И не в любую серию, мне кажется, что надо внедриться только в C-серию. Есть пара моментов, которые нужно рассмотреть. Прежде всего, почему пластина заставляет меня поверить, что это радиатор? И почему серия C, а не какая-нибудь выше, как серия G? Давайте начнем с пластины. Почему я думаю, что это радиатор? Ну, ни для кого не секрет, что LG понимает, что этот радиатор работает очень хорошо. Они видели, как его делали Panasonic, а теперь они видят, как его делает Sony. И по иронии судьбы, они являются единственным производителем, у которого нет настолько яркого телевизора. Они полагаются исключительно на химию, и обычная система охлаждения без радиатора не становится достаточно яркой. Это показывает сравнение моего A90J с LG CX под ним. Даже при отображении в полноэкранном режиме он не становится таким ярким, как Sony A90J. И, безусловно, отраженные блики сводятся к минимуму в результате того, что OLED-телевизор не может быть напряжен намного сильнее. Так что наверняка LG придумает какую-нибудь технологию радиатора. Вопрос всегда был в том, когда. И время явно подходит, и мне понятно, что пластина это и есть эта технология. И вот почему я думаю, что именно серия C получит пластину. Ну, сначала давайте поговорим о серии G. Серия G всегда была тонкой, легкой, эстетичной. Она для красоты, она для того, чтобы вешать ее на стену. Добавив к ней пластину, она станет толстой и тяжелой. Это не имеет смысла. Gallery Series была создана для того, чтобы быть привлекательной. Она не предназначена для того, чтобы работать в яркой комнате. В этом году он оказался ярче C1 только потому, что и вы, друзья, конечно, слышали, как я говорил об этом, или скорее жаловался. LG специально снизила производительность C1, чтобы G1 стал немного ярче в этом году. Но в следующем году, не имеет значения, получит ли C1 пластину. Это будет более яркий телевизор, и G1 продолжит являться Gallery Series, который можно повесить на стене или разместить на специальную красивую подставку. Но серия C является показательной. Будь то гейминг или просмотр фильмов, она идеальна, потому что между, скажем, серией B, серией C и серией G, серия G, имеющая эту дополнительную пластину, просто не имеет смысла для красивого музейного качества телевизионного дисплея. Серия C получит эту систему охлаждения. Серия A, что позволяет ей отделиться от серии B и серии A. Без пластины серия B может быть немного ярче, чем обычно, но она однозначно не приблизится к алиотелевизору системы охлаждения. Таким образом, это позволяет серии B быть похожей на C1 этого года. В следующем году серия B не может иметь пластину и все же быть ярче, чем обычный телевизор серии A. Так что вы сможете увидеть, как вид выстраивается в линию, чтобы отделить 4 модели телевизоров от LG OLED. Серия A, самая тусклая с частотой 60 Гц. Серия B, они могут напрягать ее так сильно, как только могут, но поскольку нет системы охлаждения, она никогда не будет подвергаться к серьезной опасности. Серия C, имеющая пластину, супер яркая. И серия G, это в конце концов Галери Серии. Цены на эти две модели могут оказаться почти одинаковыми. Во всяком случае, серия C может быть дороже. Так что это то, что вы должны учитывать. А серия B в конечном итоге станет показательной. Да, это все домыслы, но забавно размышлять. Каждый размышляет о том, что они любят делать. Но позвольте мне спросить вас. Вам не кажется, что это имеет смысл для LG OLED телевизора, потому что, продвигаясь вперед, они должны внедрять охлаждающую пластину по-любому? Но если они ее внедрят, то куда именно? Определенно не в серию G. Это тонкая картина, но если вы считаете, что я говорю ерунду, то скажите мне, когда, по вашему мнению, LG представит свою серию телевизоров с радиатором? Потому что, если это не пластина в следующем году в серии C, то когда? Поскольку телевизоры Sony в этом 2021 году уничтожают телевизоры LG OLED с точки зрения яркости, мы не будем говорить о точности света или чем-либо другом, По яркости, без радиатора G1 не может сравниться с A90J. И без радиатора G1 и A80J в значительной степени совпадают, потому что Sony может просто напрягать A80J так же ярко, как LG напрягает G1. Поскольку C1 не может быть таким же ярким, как G1, очевидно, что A80J является лучшим ценным предложением для просмотра фильмов и онлайн кинотеатров. Я знаю, что серия C, серия G имеют игровые функции. Если вы не согласны, дайте мне знать почему. И если вам понравилось это видео, не забудьте нажать лайк. И можно посмотреть еще здесь, здесь, здесь и здесь. До следующего видео.